В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Жесткий контроль. Как торговые центры соблюдают требования по QR-кодам, проверили чиновники правительства. Как проехать в пожарной машине и где гидранты? Инспекторы МЧС провели рейд на рынке Ирчи Казака. Победил не только Снайдер. Об итогах международного турнира по вольной борьбе расскажем в спортивном блоке. Торговля с нарушением. Система QR-кодов введена по всей стране, однако еще не все спешат ее соблюдать. В Рио первого заместителя председателя правительства Дагестана Батыр Имеев принял участие в рейдах по обследованию торговых объектов на предмет соблюдения требований Роспотребнадзора. Выездная группа посетила несколько крупных торговых центров Махачкалы. В ходе проверок в некоторых из них были выявлены нарушения. По отношению к владельцам торговых объектов будут применены соответствующие меры. По словам Имеева, рейды будут проводиться до полного устранения всех нарушений, а проверка QR-кодов будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Пиротехнику не нашли, но выявили другие нарушения. МЧС Республики продолжает проверочные рейды по торговым объектам города. В этот раз профилактические мероприятия в рамках операции «Новый год» прошли на территории рынка Ирчи-Казака. Инспекторы проверили в соответствии рынка требованиям по обеспечению проезда специальной техники. Было установлено, что въезду транспорта спасателей препятствует высота имеющегося въезда. Кроме того, на местах расположения пожарных гидрантов торгового объекта многие паркуют личный автотранспорт. По всем выявленным нарушениям были даны практически рекомендации и предписания на их устранение. Бюджетникам увеличат зарплату. Дагестан получит из федеральной казны дополнительно более 335 миллионов рублей на поддержание бюджетной стабильности. Это следует из распоряжения главы правительства Михаила Мишульстина, опубликованного на сайте российского Кабмина. Эти средства пойдут на увеличение заработной платы, а также на финансирование социально значимых мероприятий, строительство соцобъектов и ремонт дорог. Студенты правовой академии в Махачкале провели флешмоб в честь Дня Конституции. На главной площади столицы активисты раздали прохожим около 100 экземпляров главного документа страны. В некотором предложили ответить на вопросы, что такое Конституция, где она была принята и для чего необходима. Да, сегодня День Конституции. Когда она была принята? Она была принята в 1993 году. Это основной закон нашей страны. А когда она была принята? В 1993 году. 12 декабря. Год. Тяжело мне вспомнить. Для чего? Чтобы не нарушались права и обязанности человека, наверное, как-то. Это основной закон страны, правила, по которым все мы должны жить. Надо изучать Конституцию, изучать, какие там есть законы, какие у нас есть права. Если мы будем хорошо знать свою Конституцию, то у нас в жизни будет все хорошо. Организаторы флешмоба считают, что просвещение, в том числе правовое, это первостепенная задача цивилизованного общества. Именно поэтому они ежегодно проводят такие акции, подчеркивая, что каждый, кто считает себя гражданином, обязан чтить и уважать Конституцию страны. Каждый гражданин должен знать свои основные права и обязанности, а также должен понимать, где они прописаны. И акция, проводимая студентами Северокавказского института Всероссийского государственного университета юстиции, носит такой характер, во-первых, напоминательный, что сегодня день основного закона нашей страны, и, во-вторых, немного расширит кругозор знаний наших граждан. В Хасавюрте прошла масштабная сельхозярмарка, организованная администрацией города при содействии Минсельхоза и Минпромторга Республики. Свою продукцию представили сельхозпроизводители и перерабатывающие предприятия из 20 районов Дагестана. Мероприятие сопровождалось концертной программой, и также здесь для всех желающих была открыта импровизированная бесплатная кухня с горячими блюдами. Выступающие подчеркнули, что подобные площадки прежде всего направлены на стабилизацию цен и позволяют аграриям реализовать свою продукцию напрямую, минуя посредников. Благодаря этому стоимость продукции удается снизить на 20-30% по сравнению с ценами на розничных торговых точках. В воскресенье, в День Конституции России, фонд Инсан организовал благотворительный забег в Избербаше. На городском стадионе собрались около 500 участников, и целью очередной масштабной акции было привлечение внимания к проблемам тяжелобольных детей подопечных фонда, в том числе страдающих онкологическими заболеваниями. Более подробнее об этом расскажет Асиль Манапова. Маршрут забега пролегал от стадиона до центральной площади Избербаша. В благотворительном мероприятии приняли участие как школьники, так и именитые спортсмены и официальные лица. Чемпионами олимпийских игр Европы и мира не все становятся, но здоровый образ жизни, заниматься спортсмем необходимо. Это потому что здоровая наша, здоровое подрастающие поколения. Всего в акции «Бег ради жизни» приняли участие около 500 человек. Все они пробежали километровую дистанцию. Призовые места разыгрывались среди мужчин и женщин. Также были отмечены самый молодой и взрослый участники. Сейчас можно быть здоровым и хорошим, красивым. Вам удачи, что сегодня пришли, хотя погода не сопутствует с таким условием, но самое главное ваше участие. Спасибо. Благодаря забегу удалось завершить сборы для двух тяжелобольных детей. Перевод средств на закрытие сборов в мобильном приложении на сумму 150 тысяч рублей стал кульминацией мероприятия. Но и это не все. И вы знаете, я сегодня всех вас, ребята, считаю патриотами. Потому что когда мы бежали, нас увидел один мужчина, который курил сигарету. Когда он нас всех увидел, он бросил ее. Это тоже большой урок. Есть польза. Более того, вы все знаете, что мы сегодня не просто пробежались, а мы этим самым внесли огромный вклад в лечение наших других братьев и сестер, которые очень тяжело болеют. Победителям забега были вручены дипломы и кубки. А на финише на центральной площади Избирбаша всех участников ждал вкусный плов, приготовленный на дровах. Асель Манапова. Новости ННТ. Избирбаш. В Махачкале прошел эко-субботник «Чистый Таркитау». На смотровой площадке и ближайших окрестностях Таркитау сотрудники Минтуризма республики совместно с волонтерами провели масштабную уборку прилегающей территории. Всего участники акции собрали более 50 мешков мусора. В мероприятии приняли участие не только представители местной молодежи, но и гости республики. Я в первый раз в Дагестане и решила свой первый визит начать именно с уборки. Но надеюсь, чтобы в следующий раз, когда сюда приехала, здесь было бы чисто. Посмотрите на эти лица. Эти люди защитники природы. И мы все за чистую природу. И о спорте. Дагестанский паратекбандист завоевал первое золото чемпионата мира в карьере. Магомед Загир из Салдибиров отличился на соревнованиях в Стамбуле. Хасавиртовец был вне конкуренции в весе до 80 килограмм. В финале воспитанник школы имени Умаханова был сильнее соперника из Великобритании. Из Салдибиров участник паралимпиады. В Токио он остался в шаге от бронзы. Еще один дагестанский спортсмен Евгений Олиференко стал на мировом первенстве в Турции. Третьим призером в весе до 70 килограмм. Экс-игрок Анджи избран президентом Федерации футбола Камеруны. Организацию возглавил известный форвард Самюэль Этао. В составе Махачкалинского клуба звездный камерунец отыграл около двух лет. Он помог команде выиграть бронзу премьер-лиги, а также выйти в финал Кубка страны. За это время Этао отправил в ворота соперников 36 мячей. За свою футбольную карьеру форвард три раза выиграл Лигу чемпионов в составе Барселона и Интера. А со сборной своей страны он побеждал на Олимпиаде 2000 года. Побеждал не один Снайдер. Пятеро дагестанских вольников выиграли золотые медали международного турнира в Хасавюрте. Соревнования о памяти прославленных борцов 19-20 веков завершились в минувшее воскресенье. Итоги подвел наш спортивный корреспондент Курбан Рагимов. Ему слово. Этот эпизод предрешил исход финальной встречи в весе до 65 килограммов. Судьи оценили действия махачкалинца Шамиля Мамедова в 4 балла. Команда Ибрагима Абдурахманова не согласна. Схватка медалистов молодежного первенства мира продолжается. На кону первый взрослый трофей. Хасавюртовец всеми силами пошел вперед, но чтобы сравнять счет, у него не хватило времени. До этого боролся по молодежи, и вот первый год, сейчас у меня по взрослому, и первый турнир такой, по взрослому. Можно сказать, что ты уже во взрослой борьбе будешь больше себя пробовать, или еще есть какие-то... Есть еще возрастная категория до 23 лет, параллельно буду и там до 23 лет и по взрослому пробовать себя. Турнир в Хасавюрте собрал более 150 вольников из 15 стран мира. И несмотря на то, что большее внимание здесь было приковано к главной звезде, американцу Кайлу Снайдеру, местные борцы решали свои задачи. Хозяева ковра были представлены отдельным составом. Так, по итогам трех дней в копилке сборной пять золотых медалей из десяти возможных. Помимо Шамиля Мамедова, награды высшей пробы завоевали воспитанники спортшкол Дагестана Ахмед Идрисов, Курбан Шираев, Абубакар Муталиев и Мохмад Насырхаев. В основном в финале наши ребята тоже. Поэтому видно, что ребята голодные до борьбы, хотят бороться. Поэтому очень такие компромиссные схватки, горячие схватки. Ихний подход, ихняя форма, ребят, желание победить мне сегодня нравится. Соревнования в Хасавюрте знаменуют собой окончание борцовского сезона. Но уже в январе вольников ждут новые старты. В конце следующего месяца спортсмены выступят на традиционном Ярыгинском турнире в Красноярске. Первый этап подготовки начнется уже в ближайшие дни. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов и Нурмагомед Магомедов. Телеканал ННТ. Хасавюрт. Смотрите нас также на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. До встречи.